Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 27 октября, и давайте посмотрим на графики еврофунта, поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта вчера немного снизилась против доллара США, не сумели быки продолжить тот бычий тренд, который он соблюдался в прошлую пятницу. Ну и виной тому, прежде всего, фундаментальные данные, которые вышли вчера по Германии, это индикатор условий деловой среды, индикатор текущей оценки и экономических ожиданий. И если текущая оценка немножко выросла, что в принципе подтверждается фундаментальными данными, которые у нас публикуются осенью этого года, то индикатор условий и тем более экономических ожиданий существенно снизился, что оказало давление на евро. Прежде всего, снижение связано, конечно, с всплеском коронавируса. Многие компании не чувствуют себя уже так уверенно, как это было летом этого года, в связи с чем прогнозы дальше не такие оптимистичные. Особенно очень существенно замедлился показатель в сфере услуг. Вчера также у нас был отмечен очередной рекордный всплеск заболеваний коронавирусом, что мы видим негативно отразилось как на евро, так и на британском фунте и вновь постепенно возвращает спрос на американский доллар в США и в общем за последнее время зафиксировано очень крупный всплеск рекордной заболеваемости коронавируса. Это, конечно, не добавляет инвесторам оптимизма, что и в принципе давит на фондовые рынки. Что касается у нас текущей технической картины пары евро-доллар. Это у нас часовый график и мы видим, что переместились мы вчера под уровень 1826. Рекомендовал от него открывать короткие позиции. Если вы почитаете мои технические обзоры на сайте компании Instaforex, то в них я более подробно и конкретно разбираю всегда каждый день текущие сделки, которые были. Текущая техническая картина. Это нужно бы как можно быстрее забирать себе уровень 1826. Закрепление на нем это прямой сигнал к покупкам и в таком случае можно рассчитывать на повторный возврат диапазон 1864. Здесь короткие позиции на коррекцию 15-20 пунктов при первом тесте этого уровня будут вполне допустимы. Если мы формируем ложный пробой сразу на 1826, то в таком случае идем мы тестировать нижнюю границу текущего бокового канала. Это 1788. Здесь покупки при первом тесте на осколок с коррекцией 15-20 пунктов, но основной целью медведей, конечно, будет закрепление ниже этого диапазона, что усилит давление на пару и приведет нас на уровень 1761 и 1732. Это две ключевые цели продавцов на эту неделю. Здесь, соответственно, при первом же тесте также можно смотреть покупки сразу на осколок. Если мы формируем ложный пробой и быки защищают нижнюю границу 1788, то в таком случае покупки это опять же возврат на 1826 и к верхней границе 1864. Из фундаментальных данных у нас сегодня в принципе ничего такого серьезного не выходит. Изменение агрегата денежной массы по еврозоне частное кредитование не представляет большого значения. Единственное, во второй половине обратим внимание на объем заказов товара долгосрочного пользования. Если этот показатель вырастет, то это может привести к укреплению американского доллара. Ну и также индикатор потребительской уверенности. Видим, что ожидается его рост, но за октябрь, по всей видимости, что это, если у нас и он вырастет этот показатель в октябре, то значение, скорее всего, будет последнее, так как все-таки всплеск заражения коронавирусом очень серьезно ударит по этой оценке и приведет к замедлению индикатора. Что касается британского фунта. Вчера у нас появились новости о том, что все-таки переговорчик со стороны ЕС остается в Лондоне для дальнейшего обсуждения условий еще на несколько дней и рынок замер в ожидании. Где-то ходят слухи, что все-таки компромисс найден. Кто-то говорит, что все это пока несущественно и нужны более конкретные детали. Ну и мы видим, что на этом фоне британский фунт начинает шутать со стороны в сторону. Вчера у нас были хорошие продажи от диапазона 3054. Я обращал внимание на этот уровень. Рекомендовал от него открывать короткие позиции. Также подробную сделку я разобрал в своем техническом обзоре на сайте компании InstaForex. На текущий момент я пересмотрел лишь уровень сопротивления и вот такая вот интересная поддержка. 321. Не знаю, насколько она правильно, но попробуем мы поторговать ее и посмотрим, куда рынок будет дальше двигаться. Важно понимать, что необходимо ставить 100 приказы, так как любое оглашение решения ЕС или Великобритании по торговому соглашению с Brexit может привести к очень крупному всплеску волатильности и гадать в какую сторону будет этот всплеск довольно сложно. Поэтому, дабы обезопасить себя, не забывайте про становку 100 приказов, чтобы не попасть в очень неприятную ситуацию. Если мы в первое половине дня формируем ложный пробой опять же на 30.21, то посмотрю я покупки. Основной целью будет прорыв закрепления выше 30.72 и дальше длинные позиции на обновление 31.20 и возврат на 31.74. Если мы возвращаемся под уровень 30.21, нету здесь никакой большой активности. Тестируем этот уровень уже снизу вверх, то это сигнал к продажам и я жду снижения на 29.74. Здесь возможно будут какие-то покупки на сколько с коррекцией 15-20 пунктов. Но более основной целью станет диапазон поддержки 29.19, где я рекомендую фиксировать прибыль. Тут также можно посмотреть покупки при первом тесте уровня сразу на отскок. Всем удачи!